В очередной раз Славянский район принял зональный этап краевого конкурса среди военно-патриотических клубов и объединений «Солдатами не рождаются, солдатами становятся». В год празднования 70-летия Победы он был посвящен этому знаменательному событию. С подробностями Надежда Неткачева и Александр Косицын. На территории автошколы ДОСААФ России за путевку в финал боролись команды из 10 муниципалитетов края. Перед началом соревнований с пожеланиями удачи к участникам обратился председатель районного совета Григорий Литовко. «Эти соревнования проходят в канун Великого праздника – Дня 70-летия Победы Великого Советского Народа в Великой Отечественной войне. И вот эти соревнования, я уверен, что дань памяти и уважения тем воинам, которые завоевали для нас светлое будущее». С напутственными словами к ребятам также обратился ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. «Ребята, вы есть наша гордость, вы наша любовь, вы наши будущие защитники, а это вся надежа только на вас. Вы честно отстоите то, что от вас потребуется». Для каждого, кто прошёл службу в вооружённых силах, армия – это прежде всего школа жизни. Это не игра, а суровые трудовые будни, где проверяются и раскрываются многие человеческие качества. Ведь недаром говорят – солдатами не рождаются, солдатами становятся. Чтобы быть готовым к испытаниям, необходимо уже сейчас позаботиться о своей физической форме. Это и есть основная цель соревнований. «Данный конкурс проводится с 2002 года. Очень отрадно, что он зародился именно в Славянске-на-Кубане в 2002 году. В первом соревновании в 2002 году участвовало всего четыре команды. До 2008 года эти соревнования носили статус приазовской зоны, а с 2008 года это уже стали краевыми соревнованиями. Основная цель – это подготовка ребят к службе вооружённых силах Российской Федерации». После приветственных слов и поднятия флагов будущие защитники Родины отправились на эстафеты. Ярким стартом соревнований стало выступление команд. В этом году традиционный конкурс «Строи и песни» участники проходили в два этапа. Сначала команды показали, как они умеют чеканить шаг, а затем конкурс с треевой песней. «Победа, победа! Мы все прошли через пламя и дым, Победшим слава и слава живым! Победа, победа! Мы верим, мы знаем, победим!» «Петровчане из клуба «Будущий воин», которые защищали честь нашего района на зональном этапе, выступили достойно. Ведь для каждого из них это не просто конкурс, это бесценный опыт, который, несомненно, пригодится в жизни. «Это вызывает патриотизм, интерес, не знаю, спортивные соревнования, кто лучше делать, смотреть на это все со стороны, не знаю, подготавливаться к этому, все волнение, не знаю, это интересно, сплочение команды, это все должно быть». Для того, чтобы продолжить соревнования, участники сменили парадную форму на спортивную. До призывники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата, подтягивании, беге на 100 метров, прыжках в длину, комплексной военизированной эстафете, проверяли знания по медицинской подготовке. В ходе нелегкой борьбы, соперничества и воли к победе первое место в соревнованиях заняла команда «Надежда» из Денского района. Вторыми стали ребята из клуба «Будущий воин» Славинского района. Третьими – клуб «Росток», город Геленджик. Они отправятся на финальные состязания 25 апреля в город Крымск. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова